Привет! Сегодня будем уничтожать рак витаминками, прикладывать котей к больным местам и увидим, как выглядит инновационная робо-кожа. Подробности далее. Ученые из университетов России, институтов РАН, а также исследователи из Франции и Австралии изобрели метод уничтожения раковых клеток при помощи наночастиц и витамина В2, обводя их в больших количествах клетки, облучая лазером. Исследователи создали особые наночастицы, которые позволяют использовать молекулы рибофлавина, обычного витамина В2, в качестве убить раковых клеток. В ходе исследования уже были проведены опыты на лабораторных мышах, которым был привит человеческий рак. Однократный ввод наночастиц привел к торможению роста опухолевых клеток, уменьшению объема опухоли на 90%, заявили в Центре кристаллографии и фотоники РАН в Москве. Специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева приступили к разработке элементов информационно интегрированной системы для контроля усилий и положения захватов робота на основе волокон оптических датчиков. В отличие от полупроводниковых сенсоров, они практически не подвержены влиянию радиации, а значит могут быть применены для создания космических роботов. В перспективе такой механизированный помощник сможет самостоятельно выполнять обслуживание оборудований узлов на внешних поверхностях космических станций, визуальную инспекцию, технологические ремонтные операции и обслуживание научных приборов. Американские ученые совместно с коллегами из Германии с помощью научного эксперимента смогли доказать исцеляющую способность катофеев. Ученые выяснили, что пушистые домашние любимцы оказывают благотворное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы и уменьшают риск развития остеопороза. Плюс хвостатые способны даже увеличить продолжительность жизни своих владельцев. Причем самым благотворным эффектом обладали катофеи с длинной шерстью. Еще одно интересное наблюдение – люди, у которых есть кошки, живут в среднем от 5 до 10 лет больше, нежели те, кто не завел себе домашнего любимца. Это были самые милые новости науки на сегодня. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова